Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Божий Сплей канал и негаданно-нежданно для вас, наверное, да и для себя тоже, мы начинаем прохождение достаточно старой и в каком-то роде культовой игры под названием Prototype, которая уже, собственно, в этом году стукнула целых 10 лет. Да, игра настолько старая, что, не знаю, наверное, некоторые мои зрители еще тогда не родились, когда эта игра выходила, но не суть. В общем-то, специально для тех, кому не нравится слушать мои такие традиционные вступительные монологи, я сейчас специально для вас напишу здесь, где-то снизу экрана, небольшой тайм-код, по которому вы, собственно, перемотаете видео и приступите сразу к просмотру прохождения, сразу к просмотру геймплея. Ну, а для тех, кому интересно слушать о том, что же я иногда бывает говорю перед началом прохождения, хочу сразу сказать следующее. Во-первых, игра очень херово работает. Да, это десятилетней давности хоть и игра, но тем не менее, на современных операционных системах она очень хреново работает. И, скорее всего, ну, я исправил эти ошибки, собственно, с работоспособности игры, и, скорее всего, я вам сделаю небольшой видеоролик для одного из своих каналов, который называется «Руководство запуска», скорее всего, вот именно подойдет к тому каналу, к тематике того канала, небольшое короткое видео, буквально полутора минутное, о том, как исправить падение производительности в первом прототайпе. Потому что я вот скачал прототайп, я воодушевился одним видео на ютюбе, которое называется «История серии прототайп» от русскоязычных коллег-блогеров. В общем, воодушевился этим видео и решил, думаю, блин, это же одна из моих самых любимых экшен-РПГ-игр, тире-слэшер, тире-скучекровище, вот эта вот вся расчлененка и так далее. Это одна из самых моих любимых игр в этом плане. И думаю, блин, почему бы мне, собственно, не пройти ее для канала, так сказать, в этом году все-таки 10 лет исполнилось, почему бы нет. И, собственно, воодушевившись тем видео, я скачал игру, установил, а она у меня работает с 15 фпс. Ну, понимаете, у меня просто комп не за 5 копеек купленный, не, как бы, самый слабый, да, и вообще этого прикола не понял. Поэтому есть небольшая у игры проблема с тем, что она вот на современных системах, на современными видеокартами, тире-процессорами не особо хорошо работает. И чтобы она, собственно, эта игра нормально работала на современных мощных и не очень компах, нужно проделать некоторые махинации в вашем компе, с вашей виндой. Какие махинации, я вот вам, собственно, в том видеоролике и покажу. А дальше, что еще можно сказать, перед тем, как мы начнем, так это то, что все-таки это одна из самых моих любимых игр, в которые я вообще имел удовольствие играть. Ну, наверное, это связано с тем, что как раз-таки, когда игра вышла в 2009 год, тогда у меня было очень много свободного времени. Я тогда был заедлым школьником, и у меня было очень много свободного времени, и играл я, ну, чуть ли не во все, что выходило в то время. Все, что мне комп мог тянуть. Хотя, помнится, про тогда первая у меня достаточно слабенько работала, где-то FPS 20-25, может быть. Но это не мешало мне ей наслаждаться, это не мешало мне, моему неокрепшему уму, так сказать, смотреть на всю эту расщельенку, на все эти пафосные катсцены с крутым главным героем. И, в принципе, получить удовольствие от игры, это мне все не мешало. Ну, сейчас мы взглянем на игру по-новому, в стабильных, так сказать, 60 плюс FPS, и, собственно, все прохождение будет записано в Full HD и при 60 кадрах в секунду. Так что, надеюсь, у вас глаза не будут болеть, как у меня, когда первый раз эту игру запустил в 15 FPS, увидел, как она работает. Так что, в принципе, еще сказать, графин у нас максимальный стоит, естественно, да, вертикалку я на всякий случай включил, ну, потому что могут быть у старых игр некоторые проблемы при записи, что могут какие-то стаборы в случайных местах возникать и так далее. Но, тем не менее, а так все высокое, поэтому давайте теперь без лишних предисловий уже, да, которые на 4 минуты растянулись, давайте продолжим. В принципе, игра мега годная, и я, наверное, безумерно счастлив, что именно сейчас решился ее проходить. Так сказать, поностальгируй. Ставь лайк, если ты тоже ностальгируешь по этой игре. Посмотрим, сколько у нас таких консерваторов, любителей старого. Так, новая игра. Давайте уровень сложности поставим средней, потому что у нас есть низкий и средний, а высокий, к сожалению, закрыт. Я бы и на высоком прошел, если честно, потому что я эту игру проходил раз, ну, 5 так точно. Я вдоль и поперек вылизывал улицы Нью-Йорка, поэтому давайте на среднем, ну, потому что высокого нет. И создадим новый ячейк. Это, собственно, вот я пытался поиграть в эту игру перед, так сказать, записью, но игра сильно лагала. Ладно. Создаем новую ячейку? Да, конечно. Естественно. Сейчас создадим свою террористическую ячейку. Надеюсь, эти ролики тоже не будут лагать. Как-то так. А, кстати, да, то видео, где я вам показываю, как исправить производительность игры, чтобы она не лагала, да, даже на самых современных компах, я оставлю ссылку на это видео в описании. Как-то так. Ладно, поехали. Жмем кнопочку «Продолжить» и посмотрим классный ролик. Блин, как же кайфово при 60 фпс на это смотреть. Вы бы видели мою боль, когда это все при 15 работало. Аж глаз радуется. Серьезно. Меня зовут Алекс Мерсер. Я причина для всего этого. Они называют меня «поминолог», «монстролог», «террорист». Я все эти вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА